всем добрый день дорогие друзья уважаемые зрители youtube-канал компания маркет связи микро ричард сегодня у нас очередная рубрика траты микрофону который погружен с вами о текущем ситуации состоянии рынка чего нам ожидать на следующей неделе какую валюту торговать что будет фондовым рынком и в целом как нам жить в этой мире неопределенности и волатильности текущей неделе было наверное самое нервное для большинства инвесторов особенно на фондовом рынке потому что прохит каждый мы имели то роста падение цен на фондовые индексы цен на акцию и следующая неделя будет не менее интересно ведь в ту же среду нас ожидается заседать заседание фрс и пол невероятно услышим новое какое-то веяние от того же глава фрс господина павелом что у нас на момент момент монетарная политика фрс заключается в том что они таргетируют уровень безработицы и хотят чтобы максимально большее количество людей работало максимально больше людей получала заработную плату тратила эти деньги и затем самым запускала экономику чтобы компания зарабатывали еще больше денег это все приносило еще больше роста те же цен на фондовом рынке цен на акции более того ожидается у нас президентские выбор штатах это уже начинается гонка уже началась но сами выборы будут если не ошибаюсь 7 ноября соответственно до этого времени мы можем ожидать повышенную волатильность на фондовых рынках сейчас покажу что было что было в 2016 году когда были те же самые выборы вот мы видим 2016 год 2016 январь февраль то есть фактически все это время до выборов мы видели вот такие сильные просто падения и и только вот октябрь ноябрь в проходит выборы и фондовый рынок снова уходит 8 вот более того сейчас есть еще дополнительные стимулы со стороны фрс деньги печатаются растет баланс центрального банка если посмотреть на те же процентные ставки то мы тоже видим что они находятся на минимальных уровнях 0 25 процентов и 0 растет баланс центрального банка тоже растет так не смотрите на то что внутри месяца под упал это ничего страшного не говорит потому что в течение года если посмотреть то вырос с трех триллионов до четырех с половиной триллионов денежной массой мной далее баланс центрального банка тоже как видим плавно растет все эти недели туда найдут еженедельные а за последний год тоже вырос с четырех триллионов до семи триллионов долларов это практически в два раза что не согласитесь такой объем большой объем денежной массы на рынке это приведет ничему иному как росту той же теоретически должен привести к росту той же инфляции и привести к росту цен на сырье и цен непосредственно на активы такие как акции так далее это все нам говорит о том что фондовый рынок будет расти фондовый индекс это все неделю к видите был максимально волатильный сегодня продолжает свой рост один процент день это очень даже много тем более что вчера было падение на практически на 2 процента это и это при том что всего за день день и вот такое сильное падение за три дня на день минус 10 10 даже практически 11 процентов такое не было еще за всю историю торговли мою историю торговли на фондовый рынок было на свете за неделю падением 10 процентов было у нас там за месяц падение 10 процентов но за три дня это что-то новенькое но как видим это все быстро восстанавливается и ближайшее время думаю что мы дальше увидим рост фондовых индексов так второй момент это золото тоже продолжит постепенно свой рост данный сейчас дорогое до казалось бы что как это золото может стоить 2000 долларов но все продается на по золото это в районе двух двести две пятьсот долларов за одну троицкую он все соответственно можно дальше ожидать этого роста так но и на следующей деле как я сказал у нас ожидается данные по процентной ставке в сша данные по процентной ставке в великобритании британия британия за это все время очень круто упал фондоварно падение произошло с максимума вниз на практически пять процентов это очень даже большое падение и сейчас ближайшее время я думаю что это остановка и дальнейший рост тем более что американский доллар на фоне того что и увеличилась объем денежной массы и увеличился объем и низкие процентные ставки и принципе монетарная политика фрс нацелена на то чтобы еще больше раздать денег людям и ожидается в ближайшее время после выхода конгресса из каникул то что будет прямо принят дополнительный пакет стимула и население получить еще дополнительные пособие по безработице работать эту особо никто не хочет утратить все постепенно будут и как результат это все тоже постепенно будет приводить к росту на к первое что увеличение режима за это падение доллара и росту фондового рынка и росту цен на сырье далее что касается мои сделки и целом текущие ситуации по валютному на данный момент видите меня волатильность на 800 долларов плюс-минус торгуется депозит 9800 долларов и и что у нас на ближайшее время евро должен данный момент находится в своей фактической зоне продажи но на фоне того что американский доллар больше ожидается продаж чем покупку вчера еще тоже было заседание ецб где приняли процентную ставку на уровне 0 процентов собственно оставили такую как и было в то же время было подтверждено что политика количественного смягчения будет продолжаться тем самым евро европейская валюта больше будет ожидаться на продажу и в итоге и евро и доллар тут больше нужно их рассматривать таком флэтовом состоянии и я не думаю что будет кого-то сверхсильного роста и на то же время не ожидаю уже сильного падения далее фунт доллар надо мне-то очень сильно упал на тоже кого-то не сильного роста сильного падения пока не ожидается здесь наоборот я бы его постепенно уже начинал покупать как только будут появляться это сигналы погасе пока сигналов как таковых нет документ во флэте поэтому сигналов тоже для входа нет доллар и на та же самая ситуация тут больше тенденция вверх и вниз поэтому на данный момент купили стандартным наши блог там для дальнейшего на ожидании дальнейшего роста тем больше что мы его недавно закрыли были при том что очень даже вовремя закрыли сейчас можно ожидать дальше вверх и на задание на тоже пока сигналов нет и задаю сд показывается во флэте ничего интересного так везде канада нас куплен отмите очень много данного актива ждем его дальнейшего роста пока ничего не делать далее а у 2d пока тенденция больше вверх и вниз но тоже находимся на исторический максимум поэтому думаю будет какой-то флэд а вот как пока тенденция на флэйт поэтому ничего не делать то вот франк то же самое аудио та же самая ситуация а вот и то же самое канада франк та же самая ситуация видите все падает по то есть пока по кроссам особо ничего интересного нет канада и на та же самая ситуация таковых хороших для входа тоже нет фунт файена тоже флэд сейчас интересно начинается евро а вот как видим мы с ним тут в сделке уже очень даже долго была попытка падения была попытка роста пока пока ничего из этого не уменьшалась успехом находимся оба флэте но и я больше евро жду большего роста евро канада пока сигналов таковых нет поэтому ждем евро франк та же самая ситуация евро фунт очень круто вырос и поэтому сейчас лучше его не трогать и евро янтар сама ситуация во флэте так далее евро нзд есть хороший сигнал на самом деле здесь на покупку мы тоже находимся ровно по центру канала поэтому лучше не заходи сделку фунт аудэ очень неплохо упал находимся уже на своих исторических минимумах несколько раз далились вот здесь уже прошли свой шаг поэтому я бы дополнительно еще фунт аудэ добавил номер один лот и будем дальше ожидать рост далее фонд канада кстати тоже не такой момент что я хотел заметить из вариантов что тут происходить такие бешеные обвалы сколько уже времени это все происходит но за счет правильного управления риск менеджмента мы просили там всего на всего на пару долларов которые нам особо ни на что не влияет и тем самым можем любое время пересидеть сколько нам нужно для того чтобы в дальнейшем войти плюс не заработать на данных сделках далее фунт канада пока ничего интересного фон франк ничего интересного фунт е на то же самое картина будем не больше рассматривать на рост но пока сигналов как таковых нет фунт нзд тоже очень круто упал вот фунт нзд тоже его рассматривал в рост даже как и фунт out но тоже пока сигналов нет поэтому подождем надо ничего доллар рубль очень круто упал все как мы и планировали дальнейшей тенденции до вверх и я думаю что мы увидим еще обновление максимум где-то семьдесят восемь восемьдесят один вполне вероятно можно и до конца года золото тенденция на верхнем буквально недавно его был прикупила и дальше его можно ждать вверх поэтому сидим и ждем дальше биткойн на данный момент торгуется в районе 10000 можно его ждать для дальнейшего роста к 15 нас так постепенно растет я еще раздалился был буквально позавчера тенденция к ним идет вверх и принципе можно в эти сделки сидеть и ждать когда будет обновление максимума 500 та же самая ситуация ждем когда будет обновление максимум тем более что мы видим что индекс страха x здесь здесь у нас открылся видите почему-то сверху хотя на самом-то деле тенденция его идет больше ниже чем вверх это понимаешь данный рост вверх он произошел из-за изменения цен на цен на фьючерс или же еще не обновил и не обновился сегодняшний день потому что она делится на по тому же векс он находится на гораздо гораздо ниже чем то что есть на данный момент вот на этом не все с вами был михалорич успеха больше просто торгуйте инвестируйте зарабатывайте делайте деньги и будьте успешны